Олег Валерьевич, счет на ТОП. Все-таки Ваш комментарий, что сегодня у Вашей команды получилось лучше всего, а что не получилось? Ну, что касается игры, довольно-таки интересная игра была. Уверены начали, но потом, наверное, расслабились, не доценили соперника. В этот момент каучник завелся, молодые ребята с большим энтузиазмом. Поэтому первый тайм выиграли всего два мяча, да, поэтому, как бы, за счет того, что каучник, так скажем, включил свою заряженность, да, а мы, скажем, расслабились, думали, что легким путем все пройдет. Так не получилось, да, ну, понятно, что в втором тайме сделали кое-какие корректировки, да, и уже, ну, скажем так, уверенно, да, закончили игру. Ну, вообще, конечно, сегодняшняя игра, может быть, довольна, ну, первые 10-15 минут, да, а потом уже была расхлябанность команды. Ожидали вообще такой дерзости? Все-таки каустник дебютант и так дерзко играл с действующим чемпионом, обладателем Суперкубка. Ну, в принципе, мы и ожидали, во-первых, это начало чемпионата России, да, все в неплохой физической форме. Ну, естественно, каустник вернулся в Суперлигу и хочет оказать, да, наверное, и не хочет обратно высшую лигу. Ну, поэтому, ну, команда боевая, поэтому я думаю, что начало сезона, оно всегда интересно и бывают, скажем, незакомерные результаты, да, поэтому, ну, я желаю каустику прогрессировать, да, ну, и не возвращаться в высшую лигу. Ну, не могу не спросить, держали в уме, ведь позапрошлый сезон вы буквально, давайте будем честными, отскочили в последние пять минут, потому что каустник такой долбой. Наверное, сами болельщики в Волгоградске не ожидали тогда. Ну, а отскочили, наверное, огромко, сверхсказано, да, но я помню этот матч, когда мы выиграли два мяча, да, в концовке. Ну, еще раз говорю, да, каустник, ну, есть боевой характер, поэтому, в принципе, стараются, дома всегда все лучше играют, да, и еще раз, я бы сказать, что это начало сезона, еще фон на усталости, игроков не наступил, да, сейчас через пять-шесть туров уже будет понятно, кто в какой форме находится, поэтому, ну, молодцы, каустник. Выполнили задачу, вышли из высшей лиги в суперлигу, да, поэтому не хотят обратно, поэтому, наверное, так кусаться будет весь чемпионат. Ну, и пару слов про Кирилла Кремнева, как парень влился в команду, как взаимодействие с новыми партнерами, он нам так же дорог, как и Алексей Фокин. Он нормально влился, работает, и понятно, что он, наверное, в какие-то моменты уступает нам, некоторым игрокам, да, а так, в принципе, парень работоспособный, старается, поэтому мы надеемся, что он будет прогрессировать, и начнет помогать команде. Олег Валерьевич, спасибо, поздравляем с победой и удачи. Никита Никулин, голкипер ЦСКА. Никит, ну, твой комментарий, сегодня ваша команда, конечно, смотрелась хорошо, но, по-моему, каустик дал вам бой. Спасибо за поздравления. Игра получилась активной. В какой-то момент, я считаю, мы потеряли нить игры, когда произошел какой-то сумбур. У нас в середине, наверное, ближе к концу первого тайма. Перестали забивать и отбивать. Хорошо, что мы справились, добыли первую победу в Суперлиге. Сделаем работу над ошибками, будем идти дальше. Не показался каустик чересчур дерзким для, пусть и эта команда, конечно, уже с большим опытом выступления в Суперлиге, но она дебютант? Да, я бы не сказал, конечно, что... Команда каустик заслужила выход в Суперлигу. Мы разбирали соперника, это быстрая команда, что она сейчас и показала. Вот, и нашла, нашла нас, так скажем, и забила легкие голы. Вот в том-то и получилось, что у нас получился сумбур, потому что где-то мы не справились с быстрыми атаками. Наверное, так. Коллеги. Никит, спасибо, желаем удачи. Рафаэль Назирович, ваш комментарий сегодня, в принципе, мы-то сами все видели, счет на табло. И лично скажу, не могу не сказать, у меня упреков наша команда не заслужила, поэтому вам слово. Ну, счет на табло, вот и результат игры. То, что настраивались, готовились, что-то получилось, наверное, больше не получилось. Вот где-то мандраж, может быть, это первая игра в сезоне официальная. Вот, поэтому, как бы, не судите строго, старались, играли как могли. Будем надеяться, что в дальнейшем таких ошибок, то есть, только теперь у нас не будет. Тем более, лидер Данил Иванов, на котором строится нападение, он очень много потерял. Но, опять, это моё объяснение, он сейчас у нас на лечении находится, то есть, он тоже не в оптимальной форме. Поэтому, то, что есть, то, что в составе, поэтому тем составом мы играем. По первым минутам игры создалось впечатление, что сначала волнение, волнение победило наших ребят. Они смотрели на соперника, они держали в голове, что это чемпион, что это обладатель суперкубка, мы дебютанты. Потом, где-то вот минут через 10, они, видимо, забыли, как название команды соперника и пошли вперёд. Мы об этом с ребятами проговаривали, я знаю, что мы все знаем, что ЦСКА начинает очень всегда быстро, прям шквал атак. Поэтому нужно было вот это перетерпеть, выдержать и потом играть в свою игру. В принципе, так и произошло. То есть, они сначала навалили, навязали свою игру, но постепенно, постепенно ребята, скажем так, выдержали эту нагрузку и начали играть в свою игру. Конечно, не в полном объёме, но старались по крайней мере. Держали в уме позапрошлогодний матч, когда, ну, каустику не хватило минут 5 всего, чтобы отобрать очки у ЦСКА? Не ставили, как бы, в пример, может быть, разбирали? Нет, в уме не держал, потому что после этой игры, когда мы играли в ЦСКА, мы там уверенно проиграли. Поэтому вот таких мыслей не было. Коллеги. Коллеги, мы ещё раз поздравляем с возвращением в Суперлигу. Ощущения изменились по сравнению всё-таки с высшей лигой? Ощущение, атмосфера? Ну, атмосфера, наверное, да, действительно другая. Чувствуется сразу. Тем более, мы сразу играем с чемпионами России. Конечно, макал, ощущение-то ощущается. Будем надеяться, что мы будем радовать наших болельщиков, наших преданных болельщиков. Рафаэль Назирович, ну, опять же, играли здорово. Спасибо за игру. И продолжайте, победы придут в том же духе, как сегодня. Нам всем понравилось. Спасибо. Наверное, начну с того, высшая лига, теперь Суперлига. Вы в неё вернулись. Как ощущения, как впечатления? И, наверное, какой уровень, вот, твой личный взгляд на это? Ну, ощущения, конечно, мы очень сильно рады, что мы вернулись сюда. Мы должны были это сделать. Нам не хватало Суперлиги весь этот прошлый сезон. Уровни совершенно разные. Здесь всё намного сложнее, быстрее, точнее. Я даже не знаю, как всё это описать. И игра показала то, что легкость по сезону не будет. Будем бороться. Я почему спросил про уровень, потому что ты остался на том же уровне, на самом высоком, что в высшей лиге, что в Суперлиге. Вот по мне показалось, что ты не заметил, что ты играешь всё лучше и лучше. Что не хватило твоим партнёрам в самом начале игры? Что, волнение, что ЦСКА или почему? Ну, первые 10 минут, в принципе, команда, ну, может быть, притиралась, пристреливалась или волновалась. Да, я думаю, то, что сыграло в какой-то степени волнение, потому что у нас многие игроки на Суперлиге ещё вообще не играли. У нас остался лишний большой состав, который играл в Суперлиге за прошлом году. И поэтому пока... Плюс к тому же это первый матч. Первый матч всегда самый нервожный, самый сложный. Поэтому так оно всё и произошло. Пару слов о твоих партнёрах по вчерашней молодёжке. Да, сегодня дебютировал, можно сказать, Влад Глушенко. Влад Глушенко сыграл хорошо. На предсезонном турнире он также играл. Пацану не хватает опыта. В будущем будет расти и всё у него будет хорошо. Никит, спасибо за игру. Очень здорово. Я тебя на трансляции назвал нашим новым гонбольным Львом Яшиным. Оправдывай, поднимайся, да и удачи. Спасибо, буду стараться.